Новости в прямом эфире информационного канала Севастополя в студии Ирина Варава. Здравствуйте! Личный прием граждан во вторник провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев. Длился прием около двух часов. К полпреду обратилось шесть человек. Их вопросы коллегу Белавенцеву условно можно разделить на несколько блоков. Так, двоих людей интересовало пенсионное обеспечение, жаловались на низкие выплаты. Разъяснения тут же давали представители пенсионного фонда. Также заявители приглашены на личную консультацию ведомства. Другие участники приема пришли с более глобальными вопросами. Просили разобраться со стройками в Бухте-Омега, навести порядок с жилым фондом в поселке Голландия, газифицировать отдельные дома в Каче. На все вопросы жители отвечали представители исполнительной власти и различных городских структур. Олег Белавенцев дал указание решить каждую проблему к определенному сроку, уточнив, многие озвученные на приеме просьбы могли бы быть уже решены на уровне специалистов соответствующих департаментов и управлений. Мне приходили с самыми разными вопросами, которые, на мой взгляд, можно было решить не в этом помещении, а исполнительной у вас могла решить их раньше. Надо быть просто по отношению к людям более чуткими и не гонять по инстанциям и пожилых людей, и многодетных матерей. Поэтому все вопросы, которые здесь были озвучены в определенном алгоритмах решения, и я уверен, что в восстановленные сроки все вопросы будут решены, и мы доведем до граждан информацию о решении их вопросов. Так что все решены. А власти, хотелось бы сказать, вместо того, чтобы выяснять отношения, нужно заниматься нуждами города и проблемами рядовых севастопольцев. И тогда все будет нормально. А проблем у нас очень много. И решить эти проблемы можем только все вместе. И надо гонять людей, ходить по высоким инстанциям, а каждый должен в своем месте относиться к своим обязанностям должным образом. Тогда все будет нормально. В эти минуты в законодательном собрании начинается очередное пленарное соседание, созванное по требованию губернатора. Уже третий раз за месяц глава города вынужден внепланово вызывать народных избранников на работу по одному и тому же вопросу. Речь вновь пойдет о принятии изменений в бюджет. Напомним, документ в первой редакции депутаты утвердили 16 марта. Однако с оговоркой. Члены так называемой команды Чалова настоятельно рекомендовали коллегам не принимать документ во втором чтении. А ведь без окончательного утверждения по праву к бюджет исполнение многих социальных планов становится невозможным. Для того, чтобы зарезервированные деньги пошли на развитие города, документ необходимо принять во втором чтении. Напомним предысторию. В феврале правительство подготовило проекты изменений в бюджет этого года. В нем предусматривается распределение 386 миллионов рублей. Планируется, что самые большие суммы будут добавлены на медицину – 87 миллионов, на образование – 85, на социальную защиту – 52 миллиона рублей. Дадут ли депутаты денег на новые садики и пожарные депо станет известно уже совсем скоро. Все подробности очередного, внеочередного пленарного заседания смотрите в следующих информационных выпусках. И к другим темам. Севастополь завершит отопительный сезон ориентировочно 5 апреля. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС заявил директор департамента городского хозяйства Андрей Демин. Топить по нормам прекращают, когда среднесуточная температура воздуха держится 8 градусов выше нуля как минимум 5 дней. Курортному сезону недостатка воды в Севастополе не будет. Специалисты прогнозируют, что Чернореченское водохранилище пополнится этой весной максимум до 50 миллионов кубометров. Дефицит электроэнергии по-прежнему сохраняется. Накануне он составил 15 мегаватт. Лимиты падали со 180 до 158 мегаватт. Графики верного отключения вводили только в вечерние часы пик. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло поручил городскому хозяйству заняться благоустройством и санитарной очисткой города. Там раскол уже не ожидается, поэтому выводите всех на улицы, на скверы наши. То, что я утвердил, там схемы, давайте реализовывайте. Спасибо. И в кратчайший срок. Понятно, да? Да. Дальше я объеду город, посмотрим, как очистка города идет санитарная, вывоз мусора и всего остального. И после этого заслушаем управляющие компании. Сегодня на завтра ряд адресов отключат от водоснабжения. С 22 часов 29 марта до 6 утра 30 числа подача воды не будет производиться в дома по проспекту генерала Острякова, 7-й километр Балаклавского шоссе, улица Хрусталева, Флагманская, Николая Музыке, дома с 38-го по 68-й, Геловане, Промышленная, Лоцманская, Индустриальная, Боцманская, Токарева, генерала Коломитца, Шабалина, генерала Хрюкина, 5-й километр Балаклавского шоссе, улица Генерала Лебеди. По сообщению администрации предприятий «Водоканал», отключения связаны с аварийными работами на сетях городского водопровода. До 30 апреля всеуправляющие компании должны отчитаться перед севастопольцами за собранные и потраченные средства за год. В случае невыполнения этого условия на них будет наложен штраф. Об этом на брифинге заявила начальник Главного управления Государственного жилищного надзора Севастополя Галина Чагина. Также она рассказала о результатах работы предприятия за прошедший год. В 2015-м в Госжилнадзор обратилось больше 4 тысяч человек с просьбой проверить деятельность управляющих компаний, законность пристроек и перепланировки жилых домов. Из 600 обследованных объектов треть оказались серьезными нарушениями. В таких случаях Госжилнадзор накладывает штрафы на физические или юридические лица в размере от 300 рублей до 250 тысяч рублей. Если по истечению двух месяцев нарушения не устраняются, вопрос решается в суде. По Гагарина 22А. Тоже у нас больше года уже идет тяжба. Но наконец-то тоже в этом году выиграли суд, апелляцию. Тоже в апелляционном суде выиграли суд по сносу незаконной самовольной пристройки. Там пристройка свыше 40 квадратных метров. Также будем сносить. Также Гавена 12А остановили строительство. Там строительство началось более чем этот многоквартирный дом, двухэтажный многоквартирный дом, на 12 квартир пристройку пристраивали почти на половину этого многоквартирного дома. В Севастополе задержаны подозреваемые в краже оружия. Орудовали злоумышленники по гаражам. В один из них, принадлежащий 69-летнему местному жителю, проникли ночью, срезав замки. Забрали инструменты, элитные алкогольные напитки и сейф. В нем хранились три ружья, патроны и разрешение на оружие. Похищенные вывезли на такси. Часть алкоголя выпили, остальные вещи продали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности злоумышленников. Ими оказались два жителя Севастополя, 27 и 30 лет, ранее судимые за имущественные преступления. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям хищения, либо вымогательства оружия и незаконное приобретение, передача, хранение и сбыт боеприпасов. Санкции – лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые арестованы. В ходе проведения мероприятий был установлен житель города Севастополя, у которого сотрудниками уголовного розыска было изъято одно из похищенных оружий. Данный мужчина пояснил, что данное оружие он обменял у незнакомого молодого парня взамен на мопед. В последствии мужчина, молодой парень, обещал предоставить документы на вышеуказанное оружие. Однако документы не были предоставлены, и мужчина планировал обратиться в органы внутренних дел с целью дачи информации и сдачи данного оружия. Но был задержан сотрудниками уголовного розыска. В Севастополе создают большой сводный детский хор. Планируется, что он объединит не менее 300 талантливых ребят. Во Дворце детского и юношеского творчества сегодня стартует первый отборочный этап. В нем участвуют городские ансамбли и хоры. Во втором туре будут отбирать лучших певцов среди музыкальных школ. В третьем – от домов культуры и всех желающих. По задумке организаторов, а это Департамент культуры правительства Севастополя, сводный детский хор выступит на День Победы. На этом пока все. Развитие событий в следующем выпуске новостей. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова